Далай-Ламы В том числе президент Ильвис. Одновременно с этим глава республики выпускает пресс-релизы, в которых говорится, что он всецело поддерживает целостность Китая. Впрочем, сам Далай-Лама подчеркивает, что он удалился от политики и занимается теперь исключительно духовным наставничеством. И встреча с журналистами, по его словам, это важный инструмент для того, чтобы донести до общественности исповедуемые им заветы мира и гуманизма. Среди вопросов на сегодняшней пресс-конференции довольно неожиданно прозвучала и просьба прокомментировать напряженные эстонно-российские межгосударственные отношения. Ответ Далай-Ламы был пронизан истинной мудростью. После длившегося 70 лет советского периода требуется время для того, чтобы в такой большой стране, как Россия, произошли основательные демократические перемены. То, что вашей стране и вашему народу удалось сделать за 20 лет, для этого России потребуется лет 30 или 40. Если вы хотите, чтобы ваш опыт стал примером для большого брата на Востоке, надо относиться к нему без негатива, быть более сердечными и открытыми. Хотелось бы надеяться, что этот совет Далай-Ламы, которого так, очевидно, уважают и любят в Эстонии, будет услышан. Ведь, похоже, именно позитива и открытости не хватает местным политикам для того, чтобы, наконец, перестать смотреть лишь в прошлое и помнить былые обиды. Судьба самого Далай-Ламы, живущего в изгнании с 1959 года, может служить прекрасным примером того, как воплощать в жизни этот буддийский подход. Удивительным образом Далай-Лама умеет совмещать подобные глубокие мысли с юмором и доносить их до слушателей в понятной и простой форме. Я родом из Калмыкии, а все калмыки, буряты, тувинцы в России, они исповедуют буддизм. Поэтому я буддистка, наверное, с молоком матери у меня все пришло. И для нас Далай-Лама – это наш духовный лидер, наставник, и попасть к нему вот так просто, но очень тяжело. Я даже ездила в Индию, там, где он сейчас живет, Дарамсале, это на юге Индии, его резиденция находится, и очень трудно попасть на учение к нему. И я так воспользовалась моментом, что из Риги буквально за 4 часа на машине доехала, и рада, что вот так успела пообщаться. Визит в Эстонию Далай-Лама 14-го Тэнцзина Гямцхо закончился сегодня вручением ему медали и звания почетного доктора Тартусского университета. Продолжение следует...